Дамы и господа, здравствуйте! Сегодня я хотел бы разобрать оставшуюся задачу в нашем листке про частично упорядоченное множество и отношение эквивалентности. Мы остановились с прошлой записи на задаче 15, которая предлагала рассмотреть нам некую операцию φ, то есть функцию на множестве каком-то а в квадрате в а. То есть это такая вот бинарная операция, принимает два аргумента из а и возвращает значение из а, которое удовлетворяет свойствам коммутативности и демпотентности и ассоциативности. То есть нам дано, что вот это вот φ такова, что, во-первых, φxy равно φyx. Операция коммутативная, как, например, сложение x плюс y равно y плюс x. Также это операция ассоциативна, то есть, опять же, аналогично сложению. Если мы возьмем и прибавим x к сумме y и z, то получится совершенно тот же результат, как если мы прибавим к сумме x и y к z. Ну и, наконец, наша операция и демпотентна. В отличие от сложения натуральных чисел. Ну, например, сходно с дизъюнкцией или конъюнкцией, или же операцией взятия наибольшего общего делителя. Скажем, наибольший общий делитель двух одинаковых чисел, он равен самому этому числу. Ну и на самом деле и дизъюнкции, конъюнкции, максимум, минимум. Наибольший общий делительный и меньше общий кратный – все это примеры такой операции. Ну и тогда, если такая операция дана на любом множестве, мы не ограничим себя каким-то конкретным частным примером. Тогда, если вот у нас задано какое-то отношение меньше или равно, если у нас есть отношение меньше или равно, которое определяется вот так, x меньше или равен y тогда и только тогда, когда φ от x, y равно x. Ну, например, аналогично тому, что а меньше или равно b тогда и только тогда, когда пересечение а и b равно а. Значит, если наша операция определяется так, то получается, что вот это отношение меньше или равно, оно является нестрогим частичным порядком на нашем множестве. Это мы доказали. Ну, и остается нам следующее утверждение. Относительно определенного таким образом порядка, вот это вот у нас было 15а, а нам остается 15b. 15v мы уже разобрали, примеры нашей операции привели. Тогда наша φ – это не что иное, как инфимум множества из двух элементов, относительно введенного нами порядка. Давайте этот факт проверим. Ну, что же, что такое инфимум? Инфимум – это наибольшая нижняя грань. Вот, элементов этого множества, то есть, x и y. Что же мы хотим? Мы хотим, чтобы наше число, φ, наш элемент φ от x, y был нижней гранью. То есть, чтобы φ от x, y было меньше или равно, чем x. И также φ и x, y должно быть меньше или равно, чем y. Первое наше пожелание. Второе. Ну, и третье состоит в том, что эта нижняя грань наибольшая. То есть, для любого z, если z – это какая-то нижняя грань, x и y, то тогда обязательно получается, что z меньше или равно φ от x, y. Разумеется, мы можем заменить везде наше неравенство, наше отношение порядка, мы можем заменить вот на такое равенство. Хорошо. Давайте попробуем это сделать. Установим пункт 1. Ну, это утверждение, которое нам нужно, оно равносильно вот какому. Когда а меньше или равно b, когда φ от а и b равно а. То есть, оно равносильно тому, что φ от вот этих вот двух элементов равно φ и x, y. Пока это равенство мы не доказали, давайте его под вопросом напишем. Распишем левую часть. Чему же она будет равна? Ну, по свойству коммутативности мы можем поменять наши аргументы местами. По свойству коммутативности это то же самое, что вот такая вот штука. Отлично. Ну, а по свойству ассоциативности мы можем перегруппировать скобки. Если они стояли вот так, мы их можем поставить около третьего и второго аргументов. То есть, по свойству ассоциативности получается φ от y, φ от x, x. По свойству и домпатентности φ от x, x равно x. То есть, получается φ от y, x. Ну, и опять по свойству коммутативности получается то, что мы хотели видеть. Таким образом, требовавшиеся свойства мы установили. Мы его проверили. Убедились в том, что оно истинно. На самом деле, свойство 2, оно устанавливается аналогично. Поэтому я, пожалуй, не буду на этом устанавливаться. Предлагаю вам это написать в виде упражнения. А третье свойство состоит в том, что всякая общая нижняя грань x, y, она меньше или равна φ от x, y. Итак, в данном случае нам дано, что φ от z, x равно z, и φ от z, y тоже равно z. Хотим же мы вот чего. φ от z, φ, x, y равно z. Давайте попробуем получить этот результат. Имеем φ от z, φ, x, y. По свойству ассоциативности, по свойству перегруппировки. Это дает нам φ от z, x, y. Так, а что такое φ от z, x мы с вами знаем. Это получается φ от z, y. А это что такое, мы тоже знаем. Это z. Таким образом мы установили то свойство, которое желали. Итак, дамы и господа, мы видим, что в смысле построенного порядка наша операция φ является инфимовым. Ну, давайте я вернусь к примерам. Ну, вот, например, φ могло быть просто пересечением двух множеств. Тогда порядок у нас какой? Тогда наш порядок, как мы знаем, это просто включение. И мы видим, стало быть, что пересечение является инфимумом двух множеств, в смысле включения. Является их наибольшим общим подмножеством. Ну, мы с этим уже сталкивались. Ну, аналогично, если, например, дело идет о, скажем, наибольшем общем делителе двух элементов. Тогда порядок у нас, естественно, делимость, если речь идет о натуральных числах. Дело в том, что на целых делимость не является порядком. Там есть небольшая проблема с отрицательными числами, нет антисимметричности. Если х делит у, и у делит х, они не обязательно равны. Но могут отличаться знаком. Значит, на натуральных числах мы видим, что х меньше или равно... х делит у, ну, тогда и только тогда, когда их наибольшим общим делителем является х. Ну, и, соответственно, нот, он не случайно называется наибольшим общим делителем. Это означает, что он является наибольшей нижней гранью, наибольшим таким числом, которое делит как х, так и у. И к наибольшим, в смысле, делимости. То есть, оно делится на любое другое такое число. Ну, вот эта задача последняя в нашем листочке, касающаяся только отношений порядка. Следующие задачи уже посвящены отношениям эквивалентности. Давайте их разберем. Ну, задачка 16 немножечко такая иллюстрационная. Она призвана нам напомнить, что такое отношение эквивалентности. Давайте я вам это и напомню. Значит, у нас любое отношение бинарное на каком-то множестве а называется отношением эквивалентности. Когда? Ну, тогда и только тогда, когда наше отношение ей рефлексивно, транзитивно и симметрично. Ну, то есть, немножко похоже на определение нестрогого порядка, рефлексивность и транзитивность, но вместо антисимметричности – симметричность. Мы знаем довольно много отношений эквивалентности. Например, на целых числах у нас есть отношение сравнимости по какому-то модулю. Ну, например, мы можем сказать, что АМ эквивалентно Б, или, как говорят часто, М конгруентно или конгруентно по модулю М, тогда и только тогда, когда они вот в нашем обычном, известном нам смысле, сравнимы по модулю М. Это действительно отношение эквивалентности. Ну, или другой пример мы можем привести. Это, скажем, параллельность прямых. Если, давайте скажем, что А – это множество всех прямых на плоскости, скажем, Р2. Ну, если мы считаем, чтобы это было отношением эквивалентности, мы считаем, что каждая прямая параллельна самой себе. То есть, определение параллельности должно быть не с помощью того, что не пересекаются прямые, ну, а, например, посредством наблюдения углов, под которыми их какая-нибудь третья прямая пересекает. Ну, это вещи известны. Тогда мы можем считать, что вот Е – это в качестве отношения эквивалентности, можем взять отношения параллельности прямых. Так, ну, еще что-нибудь. Давайте какой-нибудь менее формальный пример. Давайте рассмотрим множество студентов нашей программы. И отношения эквивалентности мы зададим следующим образом. Прежде мы зададим вот такую вот функцию, которая каждому студенту ставит его оценку по дискретной математике, скажем. Ну, и мы можем завести вот такое вот отношение. Мы будем считать двух студентов эквивалентными тогда и только тогда, когда они получили одинаковую оценку. Естественно, это отношение эквивалентности на самом деле, потому что есть рефлексивность. Каждый студент получает ту же оценку, что и он сам. То есть, пара xx всегда здесь лежит. Оно симметрично в силу симметричности вот этого равенства. Оно транзитивно. Все это легко проверяется. А вот то, что нас еще интересует в этом примере – это… То, что нас еще интересует в этом примере – это фактор множества. Что такое фактор множества? Вот на это я прошу обратить внимание. Это понятие универсальное, так сказать, важное в математике. Это вещь, которую, конечно, нужно обязательно знать, и которая вам наверняка в жизни пригодится, если вы будете с математикой, ну, хоть как-то соприкасаться. Даже минимальным образом. Значит, мы можем каждому элементу поставить соответствие его класс эквивалентности. Что это такое? Класс эквивалентности элемента по отношению, я напомню, это все те элементы нашего множества, которые эквивалентны нашему x. То есть, ну, кто такие классы, вот, например, здесь? Если я, например, возьму какое-нибудь число, давайте не будем голословными, возьму число 5, и возьму, например, эквивалентность по модулю 3, сравнимость по модулю 3. Это все такие числа, которые сравнимы с 5 по модулю 3. Какие же это числа? Ну, например, это, конечно, сама пятерка. Безусловно. Это такие числа, которые дают тот же остаток, как мы знаем, два числа сравнимы по модулю А и Б, тогда и только тогда, когда они дают один и тот же остаток, два числа сравнимы по модулю М, тогда и только тогда, когда они по модулю М дают один и тот же остаток. Ну, пятерка дает по модулю 3 остаток двойка, то есть кто еще сравнив с пятеркой? Еще сравнимо двойка, восьмерка, одиннадцать, да? То есть это все такие числа, по-другому можно сказать, чья разность с пятеркой делится на 3. То есть можно тройку прибавлять, можно тройку убавлять, то есть, например, можно взять тоже минус 1, или, например, минус 4. Вот такое вот множество чисел. В принципе, остатков ведь у нас по модулю 3 имеется 3 штуки, 0, 1 и 2. И на самом деле, всех таких классов у нас, естественно, тоже имеется 3 штуки. Давайте еще раз обратим на это внимание. Ну, когда А и Б сравнимы по модулю 3, тогда и только тогда. Я напомню, когда их остатки по модулю 3 равны. То есть мы находимся вот в такой вот ситуации. Отношение эквивалентности, получающее следующим образом. Х и у эквивалентны тогда и только тогда, когда какая-то функция принимает на них одинаковые значения. Ну вот такое отношение эквивалентности называется ядром этой функции. То есть ядром функции мы называем отношение эквивалентности такое, что два элемента, множество, на котором действует функция, эквивалентны. Тогда и только тогда, когда значения равны. То есть мы можем, например, с вами заметить, что сравнимость по модулю 3 – это ничто иное, как ядро, ну вот такой вот функция. Остаток по модулю 3. Вы видите, остатков у нас имеется ровно 3. У нас имеется ровно 3 возможных значения, поэтому и классов эквивалентности у нас на самом деле имеется ровно 3. Ну вот, например, класс эквивалентности пятерки – это то же самое, что и класс эквивалентности двойки. Ну, двойка туда попадает. Класс эквивалентности, ну, например, 7 – это то же самое, что класс эквивалентности единицы. Остаток 1. Ну, и класс эквивалентности, ну, например, 9 – это то же самое, что и класс эквивалентности нуля. Числа, кратные 3. То есть каждое число, оно может давать ровно 1 из трех возможных остатков. То есть имеется, видите, 3 класса эквивалентности. Интересно рассмотреть вообще множество всех вот этих вот классов эквивалентности. Оно называется фактор множеством по данному отношению. То есть формально фактор множества – это множество всех возможных классов эквивалентности. Хотя элементов много, классы эквивалентности, они для разных элементов эквивалентных друг к другу, разумеется, совпадают. Поэтому, в общем и целом, классов эквивалентности, конечно, меньше. Действительно, множество в каком-то смысле уменьшается. Вот оно делится. Эту аналогию с делением можно продолжить. Но мы этого делать не будем. Вот это вот фактор множества А по Е. Таким образом, если взять все целые числа и профакторизовать их по отношению к сравнимости по модулю 3, получится, как мы уже сказали, три класса. Класс 0, класс 1 и класс 2. На самом деле, эти классы можно просто отождествить с нулем, единицей и двойкой. Дело здесь не только в том, что этих классов столько же, но и дело в том, что они в смысле арифметических операций ведут себя тоже как вот эти вот числа. То есть, то мы, например, могли бы определить умножение двух классов следующим образом. Могли бы определить умножение двух классов следующим образом. Надо взять их произвольные представители и взять класс их представителя. Это на самом деле корректная операция. Почему? Потому что, если мы возьмем какие-то другие представители, не А, а А', то результат получится совершенно тот же самый. Собственно, мы обговаривали это дело, когда мы говорили, что если А сравнимо с А' по модулю 3 и Б, сравнимо с Б' по модулю 3, разумеется, не важно, что именно по модулю 3, по любому модулю так будет, то и произведения их тоже сравнимы. Вот. Ну и таким образом, для того, чтобы перемножить классы, достаточно перемножить их любые представители. И как же это умножение? В частности, можно перемножать вот конкретно 0, 1 и 2. То есть, если я, например, возьму класс, например, пятерки, ну и какого-нибудь другого числа, там, скажем, семерки, то я замечаю, что их произведение – это ничто иное, как произведение класса двойки на класс единицы. То есть, это, по сути дела, умножение двойки единицы. То есть, это дело, это просто равно 2. На самом деле, можно отождествить таким образом просто класс нуля с нулем, класс единицы с единицей и так далее. То есть, мы знаем, что 2 умножить на 1 равно 2. Ну и точно так же с этими самыми классами. Так, хорошо. Ну, как еще могут быть устроены факторы множества в наших примерах? Ну вот, если я возьму и профакторизую множество всех прямых по отношению параллельности, что же это такое будет? Получится множество классов параллельных друг другу прямых. Ну, то есть, например, как это множество можно понимать? Ну, давайте построим некую его геометрическую интерпретацию. Ну, вот если у нас есть какие-то прямые параллельные, там, L1, а параллельные какая-то L2, давайте считать, что они параллельные, L1 и L2, то я всегда могу провести параллельную вот этим вот всем прямым-прямую, которая проходит через начало координат. То есть, на самом деле, в каждом классе эквивалентности параллельных прямых обязательно содержится прямая, проходящая через начало координат. То есть, по сути дела, классы эквивалентности прямых, проходящих через начало координат, это ничто иное, но вот как бы, как такие направления, выходящие из начала координат. Но каждое направление задается вектором, ну, скажем, единичным, единичной длины. То есть, на самом деле, я могу эти классы эквивалентности естественным образом отождествить с точками окружности радиуса 1. То есть, можно, например, их отождествить вот с такими вот точками. x, y, что x в квадрате плюс y в квадрате равняется 1. Каждый такой вектор, он задается своим концом. И можно считать, что длина этих векторов единичная, что все они попадают на окружность. Вот есть естественная объекция. Не просто какая-то, а естественная. То есть, через каждую такую точку и начало координат проводим прямую, ну, и она параллельна всем вот в этом классе. Так, ну, а что касается множества студентов, какие же здесь у нас есть классы? Ну, очевидно, у нас два студента эквивалентны тогда и только тогда, когда f принимает на них одинаковые значения. То есть, эти классы, их столько же, сколько у нас есть возможных значений f. Точно так же, как и здесь. Вот у нас было ядро функции остаток в отделении, у нее было три значения. Значит, у нее было у ядра три класса эквивалентности. Ну, а здесь этих классов 10. То есть, эти классы – это ничто иное, как оценки. Соответственно, все студенты разбиваются на классы, так сказать, получивших 10, там 8, 9, ну, вот, как бы, так сказать, таких отличников, получивших десятку, отличников, получивших девятку, ну, и всяких других. Хорошо. Ну, давайте теперь еще немножко больше конкретики внесем в наше рассмотрение. Задачка 17. Тут предлагается доказать, что отношением эквивалентности является нечто. Ну, вот у нас есть отношение r, которое определено на множестве пар натуральных чисел. То есть, само оно состоит из пар пар. И при этом по определению пара ab, она находится в нашем отношении к паре cd. Тогда и только тогда, когда сумма внешних членов этих пар равна сумме внутренних их членов. Ну, мы хотим доказать, что r – это отношение эквивалентности, или, как говорят, эквивалентность, r – эквивалентность на множестве n в квадрате. Для этого нам, разумеется, нужно проверить рефлексивность, транзитивность и симметричность. Проверяем рефлексивность. Взяли какую-то пару и пытаемся понять. Пара вот из нее самой дважды повторенной принадлежит ли она r. Ну, когда это имеет место? Тогда и только тогда, когда сумма внешних слагаемых, то есть, a плюс b, равна сумме внутренних. То есть, b плюс a. Но это же истина. Это так и есть. Значит, вот это вот тоже истина. Значит, всегда для любых a и b выполняется симметричность. Так, допустим, нам дано, что пары a, b и c, d лежат в нашем отношении. Мы хотим понять, что там также лежат пары c, d и a, b. Ну, смотрим, что у нас тут получается. Тут сказано, что a плюс d равно b плюс c. А это, в свою очередь, эквивалентно чему? c плюс b равно d плюс a. Но мы видим на самом деле, что вот эти два равенства эквивалентны. Чтобы получить одно из другого, надо воспользоваться коммутативностью сложения в обеих частях, а затем симметричностью отношения равенства. То есть, мы с вами понимаем, что a плюс d равно d плюс a, b плюс c равно c плюс b. То есть, понятно, что вот эти два равенства эквивалентны. Значит, из этого вытекает вот эта симметричность. Допустим, нам дано, что пары a, b и c, d лежат в отношении r. Ну, и пара c, d и пара, скажем, x, y тоже лежат в этом отношении. Мы хотим получить, чтобы пара a, b и пара x, y лежат в отношении r. Итак, что же мы видим? Мы видим, что a плюс d равно b плюс c. И c плюс y равно d плюс x. А хотим мы получить... Тут, естественно, эквивалентности стоят, но я их не пишу. Мы хотим получить, что a плюс y равно b плюс x. Ну, откуда мы могли бы это получить? Давайте попробуем понять. Ну, на самом деле, мы можем сложить вот эти два равенства. Складывая их, мы получаем следующее. a плюс y. Я уже пользуюсь коммутативностью. плюс c плюс d равно b плюс x плюс x плюс c плюс d. Эти члены мы можем сократить и получить то, что мы хотели. Таким образом, транзитивность тоже имеет место быть. Итак, наши отношения рефлексивно, симметрично и транзитивно. Ну, у нас не должно здесь прежде всего смущать, что отношение эквивалентности задано на парах. То есть, само оно состоит из пар-пар. Ну, это математика. То есть, мы должны быть готовы мыслить абстрактно. Хорошо. Следующий пример, 18. Он вот какой. Если у нас r и q – это отношение эквивалентности на множестве а, что можно коротко вот так обозначить, то их обращение, r, ну и, разумеется, и q, а также их пересечение тоже является отношением эквивалентности. То и другое тоже является отношением эквивалентности. Ну, по сути дела, нам надо показать, что свойства рефлексивности, транзитивности и симметричности, они сохраняются операциями обращения и пересечения. Ну, на самом деле, ранее в нашем листочке уже встречалась задачка. Давайте я вам её сейчас покажу. Спасибо. В нашем листочке уже встречалась задача 5. Вот задача 5. Она нам говорит, что если по и q – это строгие, ну или не строгие, частичные порядки, то пересечения, обращения – они таковы же. Ну, то есть строгий порядок – это и рефлексивные, и транзитивные отношения, то есть если, в частности, по и q – транзитивные, то транзитивные пересечения, и транзитивные обращения, ну, понятно, каждого из них. Также сохраняется и рефлексивность. Ну, а если по и q – не строгие, не строгий порядок – это рефлексивные, транзитивные, а антисимметричные отношения, то есть сохраняются и пересечением, и обращением свойства рефлексивности, и антисимметричности, и транзитивности. Ну, вот таким образом мы уже с вами проверили, что транзитивность и рефлексивность сохраняются и пересечением, и обращением. А в данном случае нам, стало быть, нужно убедиться, что сохраняется симметричность. Давайте к этому перейдём. Проверим, что сохраняется. симметричность. Ну, почему это так? Действительно, убедимся, например, что симметрично обращение R. Что вообще такое обращение R? Обращение R состоит вот из всевозможных пар Y, X, таких, что пара X, Y попала в R. Мы просто каждую пару индивидуально, так сказать, переворачиваем. Ну, тогда что значит, что X, Y попала в R минус 1? Это означает, что Y, X попала в R. Но нам дано, что R, допустим, симметрично. Значит, получается, что пара X, Y тоже попала в R. Но если пара X, Y попала в R, то тогда, конечно, по определению пара Y, X попадает в R минус 1. Таким образом, как видите, обращение симметричного отношения, конечно же, симметрично. Что будет с пересечением? Ну, опять же, допустим, что пара X, Y попала как в R, так и в Q. В их пересечения. Это означает, что X, Y попадает в R, и X, Y попадает в Q. Но у нас ведь и R, и Q симметричны. Значит, получается, что Y, X тоже попадает в R, и Y, X попадает в Q. То есть, получается, что Y, X попадает туда и сюда. Таким образом, наше утверждение проверено. В общем-то, здесь ничего хитрого нет. Давайте перейдем к нашей последней задаче, номер 19. Ну, она может показаться немножко более сложной, чем остальные, потому что ее формулировка немножко абстрактная. Вот, допустим, у нас есть такая функция, которая каждому вещественному числу ставит в соответствие его целую часть. Что такое целая часть? Целая часть – это наибольшее целое, которое все еще меньше или равно X. То есть, понятно, что наша функция, она из вещественных в целое. Как же она устроена? Ну, давайте постараемся понять. Например, если я возьму какое-нибудь число, там 3,52. Какая у него целая часть? Нетрудно понять, что такая же, как у тройки. То есть, это просто 3. А если я возьму отрицательное число, скажем, минус 3,52, я ищу наибольшее целое, которое меньше или равно. Но на самом деле это минус 4. То есть, это округление налево. Округление, так сказать, к меньшему числу. Ну, можно понять, какой у этой функции график. Давайте постараемся это сделать. Если у нас есть числа от нуля до единицы, их целая часть – это ноль. Если у нас далее идут числа от единицы до двойки, идут числа от единицы до двойки, от двойки до тройки, ну и вот тут, соответственно, от минус единицы до нуля, от минус двойки до минус единицы. Давайте посмотрим. У числа 1 целая часть – это 1. У всех вот таких чисел, вплоть до двойки, это 1. Начиная с двойки и до тройки, целая часть, естественно, 2. От минус единицы и до нуля, исключительно у всех этих чисел, целая часть минус 1. Ну, дальше у предшествующих им чисел целая часть минус 2. То есть, получаются вот такие вот ступенечки. Такой вот график. Какие значения принимает эта функция? На самом деле она принимает все целые значения. Она является сюрекцией. Ну, оказалось бы, при чем здесь отношение эквивалентности? А при том, что мы хотим рассмотреть ядро этой функции. Как мы помним, ядро нашей функции – это такие пары ее возможных аргументов, то есть, вещественных чисел, что функция принимает на них одинаковые значения. То есть, это такие числа, у которых целая часть одинакова. Это такие числа, у которых целая часть одинакова. Какие же это числа? Ну, естественно, такие, которые попадают в один какой-то вот такой отрезок. То есть, мы можем сказать, что целая часть у чисел одинакова тогда и только тогда, когда существует какое-то целое число А, такое, что Х и У попадают в полуинтервал от А до А плюс 1. То есть, наши Х и У эквивалентны тогда и только тогда, когда они попадают в один такой интервал. Что же тогда является классами эквивалентности? Понятно, что классом эквивалентности Х является вот такой вот интервал. Ну, естественно, что все эти числа, которые в интервале нашем живут, они эквивалентны А, тому самому наибольшему целому, которое левее их расположено. То есть, какие у нас есть классы эквивалентности? Это классы эквивалентности всевозможных целых чисел. Вот эти вот все интервалы, точнее сказать, полуинтервалы. Вот, собственно, вот эти куски. Один класс, другой класс. Они, естественно, не пересекаются. Третий класс и так далее. Сколько таких классов? Таких классов счетно много. Как мы знаем, по общей теореме классы образуют разбиение. В данном случае разбиение множество R. То есть, каждая точка попадает в какой-нибудь из этих кусков, из этих классов, и два класса пересекаются тогда и только тогда, когда они одинаковы. Ну, вот. Хорошо. Ну, и другой пример на эту тему – это функция G, дробная часть. Ну, дробная часть – это что такое? Дробная часть вещественного числа – это, на самом деле, по определению разность самого этого числа. Ну, она зачастую вот так вот обозначается, такими фигурными скобочками. Это разность нашего числа и ближайшего к нему слева целого. Ну, например, мы видим, что дробная часть числа 3,52, она, естественно, равна 52 сотам. Дробная часть целого числа, она равна нулю. То есть, заметьте, тройка и четверка имеют одинаковые дробные части. Ну, а, например, у числа минус 3,52, какая будет дробная часть? Это само наше число минус его целая часть. То есть, это будет 4. Минус, минус 4. Таким образом, это получается 4 минус... 1 минус... 52 сотых. Получается 48 сотых. Хорошо. Давайте попробуем построить график. Как же он выглядит? Обратите внимание, что дробная часть принимает значение только вот в этом полуинтервале. График, естественно, такой. Вот у нас 0, 1, 2, 3, сказать, минус 1, минус 2. Принимаются значения строго меньше единицы. Значение 1 не принимается никогда. Получается вот такой график. Что же такое ядро? Опять-таки, когда у нас пара x, y попадает в ядро нашей функции? Тогда и только тогда, когда дробные части вот этих вот чисел совпадают. То есть, на самом деле, числа попадают в один и тот же класс эквивалентности тогда и только тогда, когда наша функция принимает на них одинаковые значения. То есть, вот они, наши классы эквивалентности. Я один класс нарисовал. Теперь этот класс, он как бы распылен по всей оси. Он отнюдь не сосредоточен на ней компактно. Ну, можно понять, что дробные части двух чисел одинаковы тогда и только тогда, когда разность этих двух чисел является целой. Ну, действительно. Потому что, что же это означает? Это означает, что x минус целая часть x равно y минус целая часть y. То есть, иначе говоря, x минус y равно разности их целых частей. Ну, понятно, что разность целых частей, она может быть любым целым. Ну, и разумеется, она всегда является целой. В общем-то, более-менее ясно, что это имеет место тогда и только тогда, когда разность двух наших чисел целая. Тогда какие же у нас есть классы эквивалентности? Например, если я возьму число 3,52, кто ей эквивалентен? Кто этому числу эквивалентен? Те, кто находится от него на целых расстояниях. То есть, это будут вот все такие числа. Где n это произвольное целое. Сколько таких чисел? Заметьте, вот здесь у нас классами были полуинтервалы. каждый полуинтервал был континуальным, но их было счетно много. А здесь наоборот. Здесь у нас каждый класс счетен. Но сколько же самих классов? Самих классов оказывается континуум. Давайте отметим, что класс эквивалентности любого числа по ядру нашего G это ничто иное, как вот такие суммы нашего числа с произвольными целыми. Это один класс, ну а все классы взятые в совокупности, они образуют естественно фактор множества. но можно заметить, что любое число оно естественно эквивалентно какому-то числу из полуинтервала от нуля до единицы. Любое число естественно эквивалентно своей дробной части. То есть мы видим, что G от X оно всегда равно G от его дробной части. Потому что дробная часть дробной части она самой этой дробной части равна. Ну вот. Соответственно здесь нам совершенно не обязательно брать прямо все X если мы хотим получить все классы эквивалентности. Достаточно взять только числа из полуинтервала от нуля до единицы. Ну естественно таких классов получается континуум. столько сколько есть элементов в полуинтервале от нуля до единицы. Итак мы взяли две функции целую часть и дробную часть и провели факторизацию по их ядрам. То есть грубо говоря мы классифицировали все вещественные числа в зависимости от того какие значения на них принимает наша функция. Так вот если рассмотреть функцию взятия целой части то получается счетно много классов каждый из которых континуумен классы это вот такие полуинтервалы. Тогда как если взять функцию дробную часть то получается счетно много классов но однако каждый класс извините получается получается континуум классов в зависимости от того какая у нас дробная часть но однако каждый класс счетный каждый класс вот он разбросан во всей оси но является счетным задачи у нас на этом кончаются потому благодарю за внимание если есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте их нашей группе в телеграме до до Продолжение следует...